Волк, фамилия такая нестандартная, знаете ли, вела все пресс-секретарь ОВД, да, вне главка Центрального ОВД, все в свою передачу ведет, аж не помню, совершенно опасно, но как-то по-другому. Вот. То есть я о чем говорю? Потому что в любой профессии, особенно у журналистов, можно расти. Раз бросим по-гаске рядом с дверью, носим на мешок, и никто бросит. Никто. Раньше было просто. Раньше письма газеты, квартира, номер можно было определить и наказывать. Сейчас не накажут. Если не пишут, газеты не считают. Конкурс, посвященный войне, и когда в этом материале, причем корреспонденты освещали и писали, но место на страницах газеты, и газета тогда была похудее, не находилась. Я говорю сейчас про Восточный берег, слава Богу, время нам никогда не отказывало. Хотят видеть информацию о клубах, кино, концертах, книгах с краткими аннотациями. Одиннадцать кроссворды, юмор и различную другую развлекательную информацию. Хотят читать, ознакомиться с криминальными событиями в районе. И очень приятно все-таки тебе человек ответил, что хотят читать репортажи с места событий. Сегодня 400 лет, ровно как Михаила Романова поставили на престол. Год, который отмечается в России, почти в четверти дома Романова. Детский учитель «Центра гостей из будущего» и, кстати, частный издатель, частная газета, у меня собственная газета, она называется «Голость». Ну, вы ее наверняка не знаете, потому что она будет в Усть-Логе. Мы как-то знаем. Видели, типа, так? Вы, да. В Усть-Логе она будет в Котельском и в Истинном. Когда возник, ну, появилось, там, на заре, там, 19-го века телевидение, все очень говорят, что театр исчезнет и попадет. Ничего, и театр, и телевидение совершенно спокойно существует, сосуществует, и каждый взбивается в своем управлении. Какую книгу лучше прочитать? Какие сейчас фильмы модные? Какую, там, не знаю, модную на себе поддержку и так далее? Важно для вас это или нет? Ну, вот девушка, скажи. На самом деле, эта информация действительно важная. Ну, что касается обучения, действительно, можно съездить, допустим, да, вот там, где-нибудь в этой двери. Там, естественно, есть буклеты. Надо время для того, чтобы создать хороший материал для газеты. Ведь без хорошего материала, ну, газеты, телевидение, да, средства массовой информации существовать не может. Как это затратно по времени, по силам? Ну, давайте я отвечу. Ну, это все, во-первых, зависит от многих факторов, от профессионализма человека, который делает ту или иную информацию, тот или иной материал, от материала, который делает. Потому что есть расширенные, очень сложные сюжеты, какие-то даже исторические, публицистические, аналитические. На это действительно затрачивается больше времени. Если информационный, то меньше. Но не менее часа, это вот минимум час, это только сесть, отсмотреть видео, которое ты отснял, продумать, что ты будешь писать и начать работать. Идя на какое-то задание, а здесь вот еще в основе, если говорить о журналистике, интерес, познавать что-то новое, узнавать что-то новое. Идешь там на какое-то мероприятие, даже может быть скучное. То есть можно себе представить, что не просто дать отчет, репортаж, что это мероприятие может действительно довольно скучное. А узнать мнение людей, у них может быть прямо как положенное мнение, какие-то интересные идеи. Я хочу сказать, если нет вдохновения, не будет хороших стихов, хорошей музыки, ничего не будет. Достать эту энергию, городскую площадку, с хорошими условиями, что можно было выпить, запустить, но я не думаю, нормально, соки там. Нормальное понимание, не надо смеяться, мы же не хранжи. Не за углами надо выпивать, все равно выпиваются эти натурализирующие напитки. За углами, это позор. Кинотеатр, в ближайшее время, который будет. Но я еще раз говорю, мы упустили эту сферу. Мы действительно в Кингисе многое достигли. Но сферу досуга, нормального досуга, содержательного досуга мы полностью упустили. И материально-техническую базу учреждения культуры и спорта упустили. Вот об этом надо говорить, честно признаваться. Нам, взрослым. А не хвольняхай идти за то, что они пишут. В 15 лет я занимался боксом, волейболом, баскетболом. Везде, во всех командах было. Но даже, может быть, условий тех не было хороших. Но вопрос не в этом. Сегодня просто так, с ними разговаривать нельзя. Они другие, да, они будут расчищать свой снег. Вернее, катого от снега. Не поймут. К сожалению. Ну так надо же катого предоставить. Под крышей. У нас здесь в городе костяков и рассказов молодых. И здесь собрано самые лучшие. И репортажи, и стихи, и фотографии. Мои губы обетрыли. Шар завязан небрежно. И в ладони рябина бед в табу вложена нежно. Я взгляну на порог. С тем встряхнул с капюшона. Я говорю, а вы как горько, знака будет сожженный. Ну, молодая девочка, мне кажется, ложатся они на музыку. Где-то в святая его, Марина, да. Другими. Чтобы вы спокойно. Для того, чтобы оперировать разговором с людьми серьезными, нужно читать. Поверьте мне, ничего просто так не рождается. Площадка своя информационная, где они могут высказаться, рассказать о своей школьной жизни, опубликовать свои стихи, рассказы. И помимо всего этого, есть еще одна такая информационная площадка. Благодаря которой могут узнать о событиях, тех же самых школьных событиях, о мероприятиях, проходимых в Доме детского творчества, могут узнать ученики всего района. Ученики и учителя города и района. Сейчас я говорю о газете «Своя компания», которой неделю назад исполнилось 9 лет. И на протяжении всех 9 лет, каждый месяц, газета «Своя компания» выходит в сверхтысячном тиражом. Так вот, какие же чудеса у нас здесь происходят? Газета «Своя компания»... Чудо первое, что она детская газета. В то время, 9 лет назад, она была единственной в области и выходит при поддержке главы района. И потому что учреждения дополнительного образования ДОК детского творчества – это образовательное учреждение, и программы образования «Основы журналистики», они идут циклами. Мы всегда открыты, можно на любом этапе подключиться к обучению, но цикл начинается, цикл заканчивается. И получают сертификаты юноши-журналистов, освоивших программы «Основы журналистики». Такое прошло расширенное день. На следующий год будет празднество большое, я надеюсь, юбилейное 10 лет. А сегодня мы собрались таким вот кругом своих единопышленников и друзей. И по традиции мы вручаем самым результативным, самым активным, самым преданным юнкорам, которые прошли обучение по определенному курсу, продолжают заниматься у нас в объединении «Своя компания», но мы вручаем вот такие удостоверения юных корреспондентов. С этим удостоверением можно попасть как на мероприятия, как у нас в районе, так и в области, как представитель прессы, газеты. Реминтуя Александрова. «Столуны, парнилуя в природу, собирали на дружный и верный сутей, Дружное рычание, подвозное рычание, От радостной экране, Рыжается на свете, Удна своя компания, Разве своя компания, Прекрасная компания, И уши дни.